Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ с последними событиями. С вами Махач Курбанов, Курт Каглавна. Из рук главы республики ветераны Великой Отечественной войны получили первые юбилейные медали в 75-летию победы. Подробности в выпуске. Блинная ярмарка и народные гуляния. Возле русского театра отметили старинный народный праздник. О запахе и вкусе солнечной выпечки поведают наши корреспонденты. Лучшие друзья девушек, бриллианты и золото. К 8 марта в Махачкале возрос спрос на ювелирные изделия. Награда тем, кто принес победу. В Махачкале ветеранам Великой Отечественной войны вручили первые юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. Награду из рук главы республики получили узники концлагерей, труженики тыла, а также участники ополчения в 1999 году. Время республики Дагестан, по вашему вызову, командир отмирения автоматчиков, танковый десант, садыку прибыло. Края желаю. Вспоминали тех, кто отстоял нашу страну в самой кровопролитной войне 20 века. Владимир Васильев поблагодарил ветеранов за подвиг во время Великой Отечественной войны и за мирный труд после войны, когда необходимо было бросить все силы на восстановление Родины. Глава региона рассказал ветеранам, что в республике в этом году планируется множество мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Но самое главное, конечно, празднование Дня Победы 9 мая. Мы очень ценим, что наши представители старшего поколения сегодня собрались за этим столом. Вы в обществе нашей республики играете очень большую роль. Помогаете сохранить, приумножить, передать молодежи такие основополагающие ценности, которые всегда отличаются от дистанции. Это верность долгу, любовь, преданность родной земле, отечеству, стремление созидать войну и будущее. У подвига вашего поколения, других поколений, победителей нет срока давности. Ветераны поблагодарили Владимира Васильева за теплый прием и оказанное внимание. Всему дагестанскому народу, всему Дагестану и руководству, начиная с вас, Владимир Ромбольевич, и с вас тоже. Спасибо большое всем за это внимание к нам. Вот три нас было как-либо, Тебесалова, моя сестра и я. Мы все время говорим, никогда не было нам такого внимания, как в этом году. Маслица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча весны. На площадке перед русским театром накануне развернулась настоящая блинная ярмарка. С подробностями народных гуляний Алина Багилова. Отмечать веселый праздник в честь наступления весны собрались все от мала до велика. Жители столицы, гости республики в эти дни могли принять участие в традиционных русских играх и забавах, познакомиться с самобытной русской культурой. Сегодня замечательный праздник, очень вкусно, вот здесь организовано. Очень хорошо организовано мероприятие любое. И блины очень вкусные. Дома редко такие делаем. Я попробовала перетягивать канаты. Я рассказала стих и получила в подарок вот это. Я пробовала блины, они очень вкусные. Блинов попробовала? Да. И как? Вкусные. Спасибо вам большое за праздник. Но какая же Масленица без блинов? На площадке перед Русским театром развернулась настоящая блинная ярмарка. Все желающие с удовольствием пробовали главное лакомство Масленицы. Ароматные, ажурные, горячие блины, которые аппетитными солнечными кругами красовались перед гостями праздника. После вкусного угощения зрители и участники гуляни перешли в фойе Русского театра, где проходила выставка мастеров народных промыслов из разных городов. Всех гостей торжественного мероприятия встречали творческие коллективы озорными русскими народными песнями и веселыми плясками. Мы провожаем зиму и встречаем Масленицу. Так наступает весна. Всех угощают блинами. Страна Азербайджан. Меня зовут Карбанов Салман. Все понравилось. И блины очень вкусные. Попробовал. Это замечательный праздник. Посмотрите, сколько тут народа. Вообще обстановка такая приятная. Здесь находится реально очень здорово. И мне очень все нравится. У меня останется только хорошее впечатление. Здесь так много игр, столько разных районов Дагестана приехало, чтобы отметить этот веселый и солнечный праздник. Пусть у всех будет мир благополучия. Синее небо над головой, четверые столы и хорошее настроение. Кульминацией праздника был концерт Масленица, который прошел в рамках года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В преддверии 8 марта золото в России чаще всего покупают в Махачкале. Такие данные есть в статистике, озвученной представителями Сбербанка. Столица Дагестана заняла первое место среди российских городов, где увеличивается спрос на драгоценности в канун Международного женского дня. Исследования также показывают, что 11% россиян рассматривают возможность покупки или уже делают вложения в золото в преддверии праздника. Ну а 6% населения страны не менее чем раз в год покупают и продают золото. Не менее интересно то, что мужчины вкладываются в золото чаще, чем женщины. Как правило, это люди 30-40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. Итоги минувшего года и планы на текущие обсудили в Министерстве труда и социального развития. Так, за 2019 год комплексные центры социального обслуживания населения в муниципальных образованиях и дома-интернаты Минтруда оказали в социальные услуги более 135 тысячам граждан пожилого возраста. Трудоустроено более 65 тысяч человек, из которых около 4 тысяч инвалиды. В рамках федеральной программы «Финансовые поддержки семей при рождении детей» пособия на первенца получили более 20 тысяч семей. На гранты Минтруда Республики Дагестан реализован социальный проект «Колесо добра», предполагающий обучение ювелирному мастерству инвалидов-колясочников. Также организован и проведен чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Минтруд впервые участвовал в реализации госпрограммы по добровольному переселению соотечественных за рубежами. К нам в республику переселились 52 семьи из Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Украины. Люди получили возможность стать гражданами Российской Федерации в упрощенном порядке и получить работу. Обеспечено трудоустройство около 4 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Еще 5,3 тысяч инвалидов оказывали помощь в подборе профессии. Это тоже наше хорошее достижение, потому что это обеспечило республике первое место по уровню трудоустройства инвалидов среди субъектов Российской Федерации входящих в СКПО и седьмое в среднем по стране в рейтинге Минтруда России. В республике проживает более 900 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30% от общей численности населения. О том, что делается для людей, которые входят в эту возрастную категорию, и каково сегодня содержание молодежной политики, говорили на коллегии профильного министерства. Основные направления работы ведомства – это развитие добровольчества, патриотическое воспитание молодежи и профилактика социальных проявлений в данной среде. Особое внимание уделяется обеспечению участия молодежи во всероссийских форумах и грантовых конкурсах. По итогу прошлого года мы вновь в числе лидеров по реализации молодежной политики на Северо-Кавказском федеральном округе. В декабре прошлого года на итоговое совещание Росмолодежи наша республика получила награды по таким направлениям, как Всероссийская форумная кампания, профилактика социальных проявлений в молодежной среде, взаимодействие с общественными объединениями. В 2019 году все программные мероприятия государственной программы реализации молодежной политики в Республике Таица реализованы в установленные сроки. Все показатели и индикаторы установленных госпрограммой достигнуты. В целом участниками коллегии работа Министерства по делам молодежи за 2019 год оценена положительно. Эффективность проводимых ведомством мероприятий оценила и Уму Пазиль Амарова. Как многое зависит в нашем обществе от того, какая молодежь вообще у нас будет. Мы прекрасно с вами понимаем и осознаем, что нам нужно нашу молодежь во все сферы деятельности привлекать. Это для нас огромная сила. Полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности» среди команд горного территориального округа прошел в Унцикольском районе. В Шамилькале работали две площадки. Школьники основного общего образования презентовали лэп-бук на тему Дня Победы, сделанный своими руками. 13 развивающих элементов были обязательным условием тематической доски. Так, по итогам конкурса, финалистами из горного округа Дагестана стали ученики из Хунзакского, Гунипского и Цумадинского районов. Цель мероприятия – духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Организаторами конкурса выступили Министерство национальной политики Республики Дагестан и делам религий, совместно с Дагестанским гуманитарным институтом и другими учебными заведениями. Общереспубликанский финал пройдет в Махачкале. Ветер до 18 метров в секунду ожидается в республике, предупреждает МЧС. Жителям Дагестана желательно воздержаться от дальних поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. МЧС также рекомендует убрать вещи со двора и балконов, спилить сухие ветки, поставить машину в гараж или парковаться вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также сооружения повышенного риска. Магомед Анкалаев проведет очередной бой в UFC. Дагестанский боец выступит 1 марта на турнире в американском городе Норфолк. Соперником нашего спортсмена станет молдаванин Ион Куцелаба. Для Анкалаева предстоящий поединок станет уже пятым в промоушене. После первого поражения он идет на серии из трех побед. В последнем бою на турнире в Москве воспитанник клуба «Горец» нокаутировал африканца Дальча Лангиамбула. Будущий оппонент махачкалинца Куцелаба провел в UFC 7 поединков. Он также известен как нокаутер. Практически все свои победы он одержал досрочно. Отметим, что финальный этап подготовки дагестанский боец провел в США, в знаменитом зале American Top Team. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok